Девятый стих То есть, он говорит, знаю, слово имеет значение, как чтобы увидеть, испытать любое состояние. То есть, Хрисус говорит, я знаю состояние, любое состояние твоих дел. Дело, конечно, здесь больше вопрос стоит не просто делать что-то на Неве Божьей, а дело веры. Когда Иисус Христос ходил с учениками, когда народ, помните, он накормил народ, и потом они сделали хороший путь, нашли его. И Хрисус говорит, вы ищете Меня, потому что вы не видели, то есть, вы ели хлеб и насытились. Но вам надо принять истинный хлеб, который пришел с небес. И они его спросили, а что нам делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он им говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Которого Бог послал. Истинный хлеб. Знаю дела твои. То есть, идет вопрос, здесь речь идет именно дело, можно рассматривать как дело веры, веровать, кто такой Христос. Это более подходящее к книге Откровения, потому что Христа опять спрятали. То есть, тактика лукавого – это сокрыть Христа и не открыть его в своей церкви. Также слово дело имеет значение как труд, работа, занятие, деятельность и так далее. Произведение, работа, изделие, творение и так далее. Но больше всего по контексту, пониманию, он говорит, знаю твои дела, знаю, испытал твою веру. Смотрите, что в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 39 стихе, Христос говорит, разговаривая с иудеем. Очень интересный народ, народ, которого избрал Господь для определенной миссии, чтобы через этот народ ему прийти в этот мир. Что он говорит, разговаривая с иудеями, 8 главе, 39 стихе? Он сказал им в ответ, «Ваш отец дьявол». А, они сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы». Каковы были дела Авраама? Что написано? «Поверил Авраам, что Бог способен что сделать? Сына воскресить». Вот дело Авраамова, да, то есть, поверил он в это, что Бог даст ему потомство, он поверил ему в это. То есть, все, что происходило в жизни Авраама, это вера на упование и обещание Бога. А Христос им говорит такие слова. В 44 стихе он говорит, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцем от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Почему Христос с таким оскорблением, казалось бы, обращается к этому народу? Потому что их дела, или их, они дышали чем? Смертью, убийством. И они совершили это на Голгофе. Они распили кого? Создателя, Творца, Который есть начало и конец. Я есть им начало и конец. Они его распили. Они этим дышали, и они это совершили, исполнили. Конечно, по воле Бога, абсолютно, под абсолютным контролем Бога и самого Иисуса Христа как Бога. Если мы знаем Евангелие, мы знаем, что Христос постоянно уходил от их атак, нападок, да? То есть, где они ее хотели взять, арестовать. И когда пришло время, Он сам доверил себя. Итак, следующее слово, которое мы видим в этом стихе, мы видим «скорбь». Скорбь имеет значение как притеснение, гнет, скорбь, мучение и бедствие. Сдавливание. То есть, что происходило? В книге Откровения мы читаем, что в этой церкви происходило что? Знают в виде лай и скорбь, то есть, происходило давление, то есть, максимальное давление для того, чтобы спрятать, кто такой Христос. Не открыть его. Книга Откровения – это открыть Христа, а в этой церкви были люди, которые всячески этим занимались, чтобы сдавить. Нищету также мы видим, что в Новом Завете имеет значение прямое, как бедность. Второе значение имеет, как состояние одного лишенного богатства и изобилия. Имеет два, как бы, значения мысли. Была определенная атака для того, чтобы привести состояние души человека в нищету. Кто такой Христос? Либо эти обстоятельства, которые служили в этой церкви, это давление служило, что привело людей к состоянию нищеты, и они нуждались, как Христос говорит, но ты богат. Блаженны нищие духом, ибо они утешатся. То есть, здесь с двух сторон можно посмотреть. Давление, которое производит в тебе богатство во Христе, или давление, которое происходит, чтобы обанкротить тебя во Христе. Богат изобилие, то есть, метафора греческого слова означает, как изобилие, изобилиющий, богатый христианин добродетелем и вечным имуществом. Двигаемся дальше. Слово злословие, клевета. То есть, интересно, что Христос говорит злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи. То есть, была группа людей, которые злословили кого? Церковь. Злословие, клевета, оскорбление, оскорбление чужого доброго имени, и была атака на доброе имя Иисуса Христа в этой церкви. Нечестивые, то есть, злословие имеет значение, как нечестивые укористенные речи, вредящие божественному величию. То есть, были заряжены проповеди, которые атаковали откровения Иисуса Христа. Вот о каком засловии он говорит. Не просто сказать тебе какое-то оскорбительное слово. Самое главное, это было сокрыть Христа от народа. Итак, мы подходим к интересной группе людей. Он говорит о иудеях. Кто такие иудеи? Первое, это самое прямое значение имеет, как и евреи, принадлежащие к еврейской нации. Мы не говорим о них. Знаете, когда ты разговариваешь о иудеях, о иудеях, сразу тебе приписывают какое-то клеймо. Не дай Бог, ты что-то скажешь. Мы не говорим о нации, абсолютно. Христос в книге Откровения не говорил о нации, потому что нация израильского народа и иудеи, а им нужен Христос. Им нужно покаяние и обращение к одному, которого они пронзили. Они должны обратиться, как и мы все остальные из всех других народов. Здесь идет иудеи, о чем он говорит. Иудеи по рождению, происхождению религии. То есть, те, кто родились в религии иудаизма. Те люди, которые в одни Христа ополчались против Него, ставя Его под сомнение, называя Его всякими оскорблениями, говоря о Нем, что Он рожденный от самого Вильзевула, князя Бесовского. То есть, они Его оскорбляли всячески, что привело к голгофе Иисуса Христа. То есть, мы о этих иудеях говорим. Это те иудеи, которые на самом деле опровергали бытие Христа, как начало и конец. Они говорили, что Он не есть тот Мессия. Они говорили о том, что Он не есть Бог, который, ну вот, единственный Бог, кроме меня, где Он говорит в Исаии. Нет Бога, кроме меня. Вот шла атака именно на Христа с этой стороны. И что они здесь говорят, да? То есть, знаете, что Христос говорит о них, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Громкие слова. Как Христос мог сказать? Я думаю, здесь помогает немножко греческий язык. Сборище в Новом Завете, ну, то есть, в нашем синодальном переводе имеется в виду как собрание, а в оригинале стоит синагога. Как я уже говорил с самого начала, что были люди, то есть, это было собрание людей, большинство, скорее всего, из народа иудейского. И Он о них говорит, что они сборище сатанинское, то есть, это в Новом Завете собрание людей, то есть, синагога, это собрание людей. Может, там и церковь и собиралась в городе Смирном, именно в синагоге. Таких синагог было очень много. Синагога имеет значение как место собрания евреев для поклонения Богу. Ничего вроде такого нет. Но Христос дает вторую такое обозначение об этом собрании. Он не говорит, что церковь Смирном – это сборище сатанинское. Он говорит о группе людей, которые занимаются чем? Опровержением, скрытием, сокрыть, спрятать, упрятать откровение Христа. Кто такие сатанинское? Слово греческое имеет прямое значение «противник». То есть, это самое прямое слово. Данное, имя данное. Тот, кто противостоит другому в намерении или в действии. То есть, сборище сатанинское – это люди, которые стояли и упорствовали именно против истины Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к римлянам говорит во 2 главе 29 стихе. По нехватке времени я выборочно просто прочитаю для нас. Когда стоял вопрос о юдеях, кто такие юдеи, кто является истинными юдеями, вот что апостол Павел говорит. Но тот юдей, римлянам 2 глава 29 стих, но тот юдей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть, были люди, юдей, которые приводили, и мы в Галатам это видим. Что Галатам апостол Павел пишет во 6 главе? Смотрите, Галатам – это церковь, которая основалась примерно 40 лет до книги Откровений. Эти люди уже проникали в среду, в христианскую среду общения, и мы видим, что это было в этой церкви. Галатам Павел пишет такие слова, 6 глава 12-13 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христа. Ибо и сами обрезывающие не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, чтобы похвалиться вашей плоти». Интересно, что вот это вот сборище сатанинское этих людей, они что делали? Они притесняли церковь для того, чтобы церковь обрезывалась по плоти. А апостол Павел говорит, истинный юдей, тот юдей, о котором Христос никогда не скажет, что это сборище сатанинское, это тот юдей, который поверил, который обрезан по сердцу, в котором в жизни произошло рождение свыше. Вот кто такой истинный юдей, о чем говорит апостол Павел. И вы видите, послание к римлянам, галатам, это прошло примерно два поколения, и мы видим в состоянии церкви, что те же люди, они вникли, проникли в среду. Кстати, я вам хочу, не хочу вас чем-то удивить, эти люди сегодня также проникают в среду христиан, вводят в смущение христианские общины, давая акцент и особое внимание юдействам. Обратите, посмотрите вокруг, вы поймете. То есть вокруг, в общество, в народы, в собрания других церквей, вы посмотрите. Насколько имеет юдаизм свое влияние даже в сегодняшней среде? Это сегодня есть.